Вот для того, чтобы убрать языковую барьеру, надо обязательно, ну, очень стараться и находиться одной, чтобы не было других вариантов, чтобы либо по-русски, либо никак. Продолжение следует... Слушатели, которые не поверят, что вы из Италии, не могли бы вы представиться на родном языке? Хорошо. Меня зовут Рита, я из Италии, живу в Руссии за 20 лет. Вы говорите по-русски без акцента. Расскажите, как вы выучили русский? Ну, с трудом и с усилиями. В том плане, что русский для нас это очень сложный язык, потому что мы уже не привыкли разговаривать с падежами, у нас нет совершенно совершенно вид, поэтому для нас это достаточно такой очень специфический и сложный. Я помню, в самом начале, когда начала учиться, тогда интернет был не настолько развит, как сейчас, и найти, особенно в Италии, во-первых, людей русскоговорящих или материалов, чтобы читать на русском, чтобы слушать русскую речь, это было очень сложно. Поэтому я начала летом, когда у нас в институте были каникулы, приезжать в Россию на курсы русского языка для иностранцев, которые как раз нашли через институт нашего в Петербурге одну кафедру и туда съездили. И старалась, естественно, очень много общаться с людьми, гулять одна, потому что вот для того, чтобы убрать языковую барьеру, надо обязательно очень стараться и находиться одной, чтобы не было других вариантов, чтобы либо по-русски, либо никак. Вот. Ну, потом, естественно, пыталась в фильме смотреть на русском, читать на русском. Музыку очень много слушала на русском, потому что это было очень полезно и более приятно, чем просто, допустим, слушать телевизор, какие-то передачи непонятные или просто там новости. Расскажите, какие вот у вас любимые российские группы, фильмы, какие вам нравятся, книги? Ой, с музыки я начала и продолжаю до сих пор слушать русский рок. Всякие аквариумы, ДДТ. Мне понравились, ну, это было несколько лет назад, сейчас они немножко, на мой взгляд, испортились, вот группа Ленинград, когда они прилично матерились, и мы-то не понимали, собственно, о чем они, ну, много слова были непонятные. Мы жили тогда в общаге, у нас была квартира для иностранца, финанс была дежурная, которая следила за порядком, которая немножко убирала. И, как правило, это были женщины уже в возрасте, которые на пенсии, которые таким образом подрабатывали. И мы сидели на кухне, особенно по вечерам, вот питательская погода, темно, холодно, все дело, слушали музыку, и на всю громкость мы вставляли Ленинград. Вот, и приходила женщина с такими глазами, типа, что это такое? А тут вот лексика такая, а мы же тогда, типа, ну, прикольно, как бы, ритм. Это было не очень. Ну, как-то, да, вот. А потом вот начали снайперы, где вот Арбенина, ваша, магаданская. И так, ну, кино-то, само собой, это самый, даже, может быть, простой язык в плане, как бы, понимания, потому что, ну, словарный запас у них не настолько там сложный, как, например, у Гребенщикова, у него-то вообще какие-то там злова, или у Башлачева, у Башлачева вообще, когда дошла до него, это... Вау, ну, это за Башлачева вообще респект. Ну, это самое, у меня... Просто в России его даже уже немногие помнят. Ну, сейчас они уже его немножко заново открывают, и даже в городе, где он родился, Череповец, уже несколько лет есть скульптор, по-моему, она из Питера, который делает памятник, и вот-вот должны, наконец, его поставить. Не понятно-то еще когда, потому что это все длится достаточно большое количество времени, но, тем не менее. Сейчас его немножко как писатель, ну, как этот певец, как поэт, но он очень интересная личность, это у него вообще песни потрясающие. Сейчас я же понимаю, раньше не очень. Ну да, он на самом деле пишет так, что даже носителям языка не до конца понятны все метафоры, то есть это такое бесконечное поле для размышлений, то, о чем он пишет. Да. Ну, а что касается кино? Ой, кино, я, ну, как бы советское кино смотрела, потому что в основном нам давали на занятия. Классика всякая с Люджей Бенурман, Ирония судьбы с Локим Паром, какие-то такие, мы все смотрели. Ну, я, ну, они хорошие, то есть я смотрела с удовольствием, но они немножко не мое. Я, ну, Москва слезам не верит, это немножко отдельно, это очень хороший фильм, я вообще посмотрела несколько раз. Я, я, мне очень понравились фильмы Балабанова. Я посмотрела, вот первый, который я смотрела, это был «Брат 2», потому что он вышел именно в том году, когда я первый раз приезжала в Россию. И везде, естественно, были афиши, везде была музыка из фильма, там всякая там, из «Инфира», «Наутилус», и «Аукцион» и так далее. И мы, естественно, посмотрели. Вначале, само собой, мало чего было понятно, потому что мы еще и не знали вообще историю, потому что я, когда приехала, это был уже 2000 год. То есть то, что было раньше, чтобы, ну, какие были и 90-е, мы ничего практически и не знали. Поэтому тоже понимать фильм, помимо языка, лексика и так далее, надо было немножко уже как-то получше знать еще и историю наверняка. «Груз 200» хороший мне нравится. Ну, я знаю, что это звучит так себе, но я как бы и так смотрела, и мне понравился он как бы, ну, такой. Ну, не простой, но хороший. И тоже там, его там, потом «Звягинцев» смотрела, вот первых, это «Возвращение», «Елена», «Левифан», «Нелюбовь», вот это вот все смотрела. По каким книгам итальянцы изучают русский язык? Ой, сейчас в основном это по классике. Ну, естественно, в программе изучаем русскую литературу, но, естественно, в первую очередь идет всякая классика, которая там от Гоголя, может быть, кто-то заранее, но я так себе училась, поэтому не помню. Ну, «Достоевский», «Достоевский», потом у меня вот любимый период был «Серебряный век», когда все были «Начало Брузов», потом «Блок», «Белый». У меня любимая книга — это «Петербург», «Белого». Я читала сначала на французском, потому что мы ее проходили, когда я году училась по обмену во Франции. И это было очень интересно, потом перечитала на итальянском, а потом уже дошла до русской версии, когда уже все более-менее понятно по сюжету, уже можно было к русской версии подходить. Ну, вот есть такая теория, что когда человек изучает новый язык, у него, в нем рождается как бы новая языковая личность, то есть вот вы как бы становитесь, ну, у вас растет такой маленький русский человечек. Вот вы как ощущаете в себе разницу, когда вы говорите по-русски, что вы как-то по-другому мир воспринимаете в зависимости от того, когда вы переключаетесь на родной язык? Да, это да. Мне намного проще, например, вот говорить о себе, о своих чувствах, о своих эмоциях, о своих даже переживаниях, мне намного проще на русском. Может быть, потому что больше, ну, хотя нет, я о себе это могу и со своими итальянскими друзьям близкими, со своими русскими, но я вот когда на определенной теме разговариваю на итальянском, у меня какое-то как бы, ну, не то, а на русском как-то проще, и даже вот несколько лет назад ходила к психологу, эта женщина, она русская, она тоже по-итальянски говорит, потому что она живет уже в Италии. А я, когда она спрашивала, типа, ну, на каком языке я говорю на русском, это намного проще, намного безбарьерно как-то. Я не знаю почему, но так и получилось. Ну, да, я тоже неоднократно слышал эту точку зрения, что русский язык помогает как-то лучше описывать свои эмоции, но никогда до конца в это не верил, особенно потому что не приходилось разговаривать с иностранцами, которые знают русский так хорошо. Носители русского языка гордятся матом, говорят, что ни одному иностранцу он не по зубам, потому что бесконечная вариативность, и тоже никто толком не может объяснить, что слова значат, но как-то все понимают более-менее эмоции, которые он передает. Вам получилось взять эту вершину? Я изучаю. Я иду потихонечку к совершению, но пока это еще не все. То есть я как бы, у меня есть друзья, которые в разговоре, они очень как бы прилично матерятся. Причем вот настолько хорошо, настолько это все выходит, естественно, и как бы, я же филолог, на мой, как бы, на слух это никак не вульгарно, это наоборот, как бы, такие вот рычевые, как бы, повороты, как бы, как они поставляют фразы, как вообще вот один глагол, там, условно, ебат, вот, подставили вот одну приставку там, поставили вторую – все в конце, как бы, возвратный, возвратный. Это вообще красота! То есть все можно объяснить, все, грубо говоря, вот другие глаголи, можно вот заменить этим глаголом. С приставками, с окончаниями, это вообще красота! То есть одним глаголом можно объяснить много. просто это это как бы как другой язык и который очень на самом деле богат вы приехали сначала в питер да расскажите пожалуйста о ваших первых впечатлениях вот именно как европейца что вас больше всего поразило в такой питерской серой жизни когда у меня было свободное время я очень любила сесть на любой автобус я просто посмотрела вот таблички вот если она становится какого-то метро потому что уже потом на метро я могла спокойно вернуться домой и просто вот кататься каталась на автобусе смотрели что вокруг особенно любила по периферии где были всякие большие дома которые вот для меня были непривычные потому что у нас таких нет и вот эти большие длинные проспекты широкие и так далее я ездила вот на автобусе посмотрела и потом вот когда у какого-то метро автобус останавливался я выходила уже потом на метро ездила обратно потому что тогда еще много денег не было там все студенты были это подрабатывали но все равно так чтобы на такси кататься там или еще что-то такого не было а время то надо было проводить каким-то образом и поэтому это был бюджетный вариант вот купила вот билет у кондуктора и катайся а потом обратно метро вы сказали что вы постарались сразу дистанцироваться да как бы от итальянцев больше времени проводить с русскими вот как поначалу вам было ну какой-то период привыкания что ли к тому как русские общаются смотрят на жизнь ведут себя то есть приходилось ли вам ну было ли у вас такой своеобразный культурный шок да наверное у русских был культурный шок потому что я первый же вечер когда приехал я напилась и не могла вернуться к себе в комнату а так вот у меня вот первые такие вот когда уже начинала более-менее общаться и понимать о чем люди разговаривают это были расстояния потому что там мы жили в общаге в общежитии в питере и были естественно студенты со всей россии и не только с россии там были с казахстана ну в основном это да все казахстан с которым мы общались я помню что вот один раз была у меня студентка ну я там преподавали итальянский язык она вышла замуж и но мы так подружились во время она жила недалеко от меня поэтому часто возвращались домой вместе и подружились она говорит я выхожу замуж я хочу тебя пригласить купи билет на поезд в анапу и как бы так и атака спокойно на карту не смотрел ничего сказали да на пыль ну куплю да на пыль поехали тогда в центр у меня тогда была подруга она работала в в одном здании в самом центре в там авиакассе там и так далее и она могла оформлять тоже жди билеты я говорю суши а можно к тебе мне нужны жди билеты готова приезжай я приходила говорю ну так и так вот не питер анапа она говорит с ума сошла говорю ну смысл это тут ехать двое суток ну ехать и ехать ну еще куда же деваться мне же надо туда попасть поэтому вариантов нет я купила свой первый вот билет на длинное расстояние вот новый суток вот это были поезд санкт-петербург анапа пласкарт за 800 по моему рублей в одну сторону двое суток туда там и двое суток обратно и там четыре дня побывала на юге гуляла там познакомились с родственниками там с друзьями этой девчонкам это ну как бы отдыхали там ну три дня длилась длилась сватба на юге поэтому все три дня отдыхали там еще были в том году италия стала чемпионом мира по футболу и как раз вот финал попадал вот в те дни когда была на юге я всех уговаривали типа стоп все конец ребят надо вот телевизор футболь все это как бы без этого никак но мы нашли кафешку там на берегу моря это был мы были не в анапе а в тем руке на азовском море короче вон сидим смотрим я такая вся а вокруг одни русские естественно они все почему-то болеют за францию и я решила что все как бы дик надо сделать это надо кричать громче всех у меня этот глаза в крови я так ну и короче выиграли я несколько часов под рату кричала компионе del mondo и они все уже понимали что такое компионе del mondo чемпион мира и все тоже кричали компионе del mondo то есть ну как бы как положено ну я сегодня вот когда друзьям сказал что к нам в город приехал приехала итальянка что мы с ней сегодня будем общаться первая реакция поступила блин зачем они сюда едут дикари экзотику хотят хотят посмотреть на нас на обезьян которые живут у черта на куличках вот для всех кто не понимает зачем европейцам ехать во первых в россию вторых магадан пожалуйста объясните почему сюда приехали но всегда меня спрашивают что ты там забыла ну не знаю мне но я много по россии ездила и везде это очень интересно потому что страна большая страна богата и культуры и природа и много всего есть и в каждом городе можно найти свои прелести магадан приехала потому что мне всегда было очень интересно но всегда откладывалась поездка потому что то времени мало то раньше самолеты были дорогие не каждый день то то не знаю потом мы решили что все надо все стоп конец билет купили я помню как моей маме она же привыкла что я периодически и говорила типа ну купила билет там на выходные там полечу туда плечу сюда и я говорю типа ну вам купила себе очередной билет плечу магадан дай-ка час подожди минуту я открою там свой планшет и поищу по карте это еще раз как раз называются магадан андрея магадан тишина трехминутная а потом вот звук а и все и что-то посмотрим что там есть а тут много всего есть на самом деле во первых крабы которые очень вкусные природа море и на самом деле вот центр города он очень приятный вот это издание вот по ленина и по центральным улицам они красивые тут мне очень приятно тут прогуляться просто походила так посмотрела что как и вот для человека который уже лет 15 лет в москве депти всегда везде ног народа находиться вот в таком городе это очень большой плюс в плане того что от народа можно отдыхать потому что тут нет такого что вокруг тебя все бегают и всем куда-то надо успевать и туда-сюда то есть тут как бы ну жизнь идет своим ходом и все как бы да и море вот когда город на море это уже совершенно другое вот делать нет вышла дошла до моря посидела посмотрели на вольный тоже успокаивает это уже вы красиво и и запах и все что нибудь с вами происходило необычное магадане однажды вот были тут с подругой и я говорю типа суча давай поехали по трассе поехали в ягодное ну давай узнавали что тут вот маршрутки мы потом мы поехали по трассе едем-едем вроде все так но в итоге вот по дороге туда мы прокололи два раза колесо первое покололи поменяли ехали дальше второй мы уже в ягодное приехали нас это довозили до хостеля вот где мы бронировали комнату и там второй а потом вот эта маршрутка наехала дальше до мяунжа а потом на следующий день на обратно но водитель уже как бы но он узнает мы туристы что типа так и так поэтому он тоже к там проехал мост через колыму он медленно а это смотрели типа ну наконец-то увидела колыму такая прямо вот счастье счастье и он говорит типа ну как бы вот этот мой телефон но обменялись телефоном потому что тут на колыме я там узнала что как он говорит вот на колыме время но как бы такое неровное то есть вот по расписанию как бы одно а на самом деле вот когда я приеду а когда мы доедем до магадана это это еще совершенно другое то есть это вообще может быть и не по расписанию и короче он говорит я как буду где-то за час до пробытия я вам позвоню потому что если вы будете готовы к одиннадцатый как по расписанию вот скорее всего у меня не будет к одиннадцатый и в лучшем случае к двенадцатый ну ок и мы там гуляли ну а нам позвонил часов к одиннадцатый говорит ну к двенадцатый вот буду ок приехал сели поехали прокололи но это уже третье колесо потому что два это по дороге туда третье колесо прохололи четвертое колесо а когда уже пятое колесо прохололи тут уже запасок нет и короче мы как бы медленно медленно подъезжали к площадке где вот стоит контейнер вот экстренной связи чтобы ловили он позвонила магадан чтобы либо отправили другую машину либо отправили колесо ну чтобы как бы это самое и короче вместо того чтобы приехать в магазан в девять вечера в десять ну как то так мы приехали в четыре утра следующего дня у нас есть рубрика вопрос от предыдущего гостя вот предыдущим гостем у нас был анатолий бударин автор книги приключения талянча и колянча вот он спросил знаете ли вы сколько в тридцатых сороковых годах по трассе было лагерей много количество не знаю но тема гулага вообще как вот в европе насколько я знаю просто в америке принято считать что допустим вторую мировую победили американцы да довольно сильно искажено представление в зависимости от нашего вот и интересно как представлена ну не вторая мировая вот допустим гулаг что у вас там про него рассказывают во первых это тема на достаточно новая потому что естественно пока тут был советский союз как бы не сильно много по крайней мере поскольку я знаю не сильно много распространялась за границей я сама наверно это архипелаг гулага узнала вот про это про все ну конечно как бы пока все равно учи учили сам историю и так далее то есть эта тема уплывала но не настолько как бы глубоко я ее изучала тогда то есть ну типа вот сталиское время репрессии как бы могли как бы брат человека и дальше а гулаги это в таких местах не сильно годны для жизни вот в основном типа север восток но не только и все как бы мало вообще знала но естественно несколько раз была в москве в музее историю гулага там поинтересно там больше ну как бы немножко вот углубилась в эту тему но естественно тоже тут тут магадана конечно это тоже часть истории региона историю города но так я у меня с цифрами очень плохо то есть я знаю что тут много было но сколько и как бы не могу сказать ну я лукать не буду тоже не знал точную цифру мы у него спросили он сказал что около 90 тагирей было по всему региону я вот в своих путешествиях понял что в принципе русский итальянец француз немец в принципе люди ну на мой взгляд не сильно отличаются то есть все принципе более-менее хотят примерно одного и живут примерно одной жизнью более того американцы тоже да и американцы тоже то есть вот если вы бы могли там сравнить русских и итальянцев если какие-то принципиальные различия между нами или нет это очень сложный вопрос на меня вот всегда когда допустим сидим с друзьями с русскими вот начинаются такие разговоры вот глубокие которые не могут длиться вообще часами и тут еще вот это и вот туда и сюда этом читал что а тут такой то есть это как бы не вот разговоры дают намного больше вот чем разговоры допустим своими вот хотя если кто очень люблю и тоже очень с удовольствием с ними провожу время я прекрасно знаю что если там что-то мне надо или кое-что там поговорить потому что мне плохо я могу и и поделиться с ними но именно вот сидит там долгое время разговаривать там литературы о фильмах о том что происходит ну это как бы тут глубже я считаю так люди как люди две ноги и две руки одна голова и и действительно все как бы то есть я когда была в сша меня час семьи она живет там сша едем там со своими с родственниками идти по не помню там то ли кто-то звонил то ли там о чем-то на моя тете говорит это вот сейчас вот выходные это вот вот для любого американца это вот выезжать из города на природу рыбалка шашлык и все я такая ты не ошиблась ты про аморикоса говоришь вообще потому что в россии то чаще всего так и есть это самое да и она говорит да я говорю ну да как бы выходные природа рыбалка шашлык и идет себе ну вот еще как теперь вам надо придумать вопрос для нашего следующего гостя если бы у человека была волшебная палка что в своей жизни он изменил ваши пожелания для наших слушателей желается в первую очередь в настоящее время чтобы мир были во всем мире но просто чтобы все слушали жили достойно чтобы все чтобы достойно жили чтобы слушали себя и чтобы сейчас это уже такое время что многим приходится принимать какие-то решения сложные несложные остаться уеха там или еще что-то чтобы все было обдумано и чтобы человек не бояться и чтобы даже чтобы достойно жили все тогда большое спасибо вам за беседу пожалуйста интересно